Современные танцы уступают место классическим. Юноши и девушки предпочитают кружиться в вальсе и водить хороводы. В этом можно было убедиться, посетив молодежный бал в Саратове. В этом году он впервые проходил в форме фестиваля и был включен в программу национального культурного развития народа Саратовской области. Подробнее наши региональные коллеги. Полонезом всегда открывали балы. Именно с этого танца начинается и рождественский бал в Саратовской епархии. На него приглашены учащиеся православной гимназии, школьники, воспитанники духовной семинарии, студенты. Это платье купила специально к балу в свадебном салоне. Потому что в свадебном салоне, как правило, самое красивое платье. Традиция проведения балов началась в Саратовской епархии 7 лет назад. В этом году важен не только дресс-код, но и возраст. Участники балы не младше 15 лет и не старше 19. Люди уже, которые постарше, они как-то себя уже нашли, они уже где-то там пристроились. А вот дети, которые выпустились из воскресных школ, они остаются как бы немножко неохваченными. Вальсы, полонез, кадриль, польки, хороводы – современных танцев на этом мероприятии нет. Я считаю, что старинные танцы – это намного красивее и лучше, чем современные танцы. Когда парень-девушка кружится в танце, вальсы – это очень красиво, изящно. Испоминаешь старое время, именно 19 век. Вальс умеют танцевать все гимназисты и гимназистки. В Свято-Покровской православной гимназии хореография в учебной программе. Классическим танцам обучают с 1 по 10 класс. Вначале, конечно, было немножко сложновато, потому что дети не могли пригласить друг друга, стеснялись. И уже как-то заставить мальчика подойти к девочке и не дерзко предложить ей потанцевать с ним. И она должна, соответственно, ответить. Сергей и Никита из первой кадетской школы-интерната на такой бал попали впервые и не жалеют. Нам пришло приглашение в нашу кадетскую школу, и мы собрались и решили посетить этот бал. Потому что мы кадеты, мы будущие офицеры, мы должны уметь танцевать, мы должны знать традиции наши русские. Мой из Москвы вояж. Как нравится вам город сики наш. Вы в нем живете? Этого довольно. Что в городе все нравилось невольно. В этом году впервые устроили не просто бал, а бал-фестиваль под названием «Свет Вифельемской звезды». Поэтому между танцами участники разыгрывают сценки, поют калятки и композиции на тему Рождества. Все эти дети, они уже прошли тоже отбор, так как это у нас бал-фестиваль. То есть отборочный тур они прошли. И на балу сегодня прозвучат уже финальные произведения. Такая площадка, прежде всего, для общения детей и молодежи, я бы сказал, уникальная. То есть я думаю, что участникам сегодняшнего мероприятия остальные будут просто завидовать. В этом году с организатором мероприятия выступило областное правительство. Этот бал включен теперь в программу национального культурного развития народа Саратовской области. Таким образом, рождественский бал постепенно выходит за рамки чисто церковного мероприятия.